Привет, Сайуан! Ноябрь 2012-го. На экраны выходит Джанга Освобожденный. Все еще обсуждают Олимпийские игры в Лондоне. Физики объявляют об открытии Бозона Хиггса. А на официальном сайте газеты ЦК Коммунистической партии Китая Жаминь Жибао появляется крутая новость. Ким Чен Ын. Самый сексуальный мужчина в мире. Да, в английской версии сайта. Если ты очень серьезный или торопишься, то заглядывай в описание. Там есть оглавление выпуска и можно промотать на нужный тебе кусок. Итак, интересно, за такие заголовки в Северной Корее расстреливают или все же дают медали? Нет, сайт газеты не взламывали. Заметку выложили официальные журналисты официального издания официальных новостей Китая. Ну, а в заметке говорилось. Его потрясающе красивое округлое лицо, его мальчишеское очарование и плотное телосложение делают этого пхеньянского сердцееда настоящей мечтой каждой женщины. А всего-то нужно было проверить информацию. Исходный текст придумали известные шутники с сайта фейковых новостей Onion.com, а журналисты Жамин Джибао приняли сообщение за реальное. Вот что я заметил. Многих из нас всерьез заботит качество нового смартфона и других штук, которые мы плотно потребляем. Но часто ли мы задумываемся о качестве того, что узнаем, принимаем на веру или к чему прислушиваемся? От качества информации зависит намного больше, чем от колбасы или от смартфона. От нее зависят ваши отношения с другими людьми, деньги, успех, счастье, здоровье и, бывает, что жизнь. Не точная, ложная информация, значит, будут неточные или неправильные решения. Так что ролик для всех, кто не привык, ленится или не умеет проверять информацию. Вы всегда можете просто открыть эту инструкцию и проверить то, что вам надо. Все, научные открытия, технологии, весь прогресс, все, без чего мы бы оставались дикарями, стало возможно как минимум по двум причинам. Исследователи открывают еще неизвестное и проверяют уже известное. Это может делать каждый. Если человек готов отвечать за сказанное, то он подписывается. Нет подписи — повод заподозрить неладное. Сколько в интернете гуляет клонов и переделок чужого? Разбираться надо только с оригиналом. Посмотрите, кто и когда был первым. То есть найдите исходного автора публикации. Если первоисточник, например, какое-нибудь японское издание, то у вас могут быть проблемы с переводом. Но тогда посмотрите, что за издание опубликовало пересказ. Тут идеального рецепта нет, но есть два лайфхака. Первый — журналисты-расследователи называют «это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Если заголовок сенсационный и вас всячески пытаются впечатлить, то стоит особенно внимательно все проверить в этой публикации. Если вам вообще это так уж и нужно. Второй совет. Создавайте свой рейтинг доверия к изданиям. Если пишут или следят за качеством публикации специалисты или журналисты с многолетним опытом в теме. Такие издания достойны большего доверия. Указаны ли источники информации? И какие? Проверяемые или непроверяемые? Должны быть указаны книги, статьи и тому подобное. Все, что можно проверить. Отсылки к одному знакомому или двоюродному дедушке, и внучатого племянника, жены, деверя, старшего брата, старого друга, бывшей одноклассницы? Вот это даже не слушайте. Источник должен быть проверяемым. Вот, чтобы вы его прям вот правда взяли и проверили. Не верьте на слово автору, а то любую выдумку и бред на честном слове можно выдавать за проверенные факты. Но даже если есть ссылки и описания источников, не спешите успокаиваться. Источники надо еще проверить. Что мы и сделаем в следующем шаге. А перед этим немного практики. Кому она не нужна, не забывайте про оглавление в описании видео. Найдем публикацию про что-нибудь популярное, вокруг чего много споров среди людей без научной подготовки. Допустим, про гомеопатию. Откроем одну из первых страниц выдачи поисковика. Только надо сразу понимать, мы сейчас не разбираем, работает гомеопатия или нет. Понятно, что не работает. Про это у Сайвана есть отдельный ролик. Вот здесь. Мы проверяем публикацию о гомеопатии. Кто автор? Некий доктор Александр Каток. Заметим, он сам себя назвал доктором. Где и когда опубликовано? Текст выложен на его же сайте. Неизвестно когда. А какие источники информации? Отдельного списка нет. Уже плохо. Но какие-то источники упоминаются внутри текста. Здесь важно все. Абсолютно все. Образование, специальность, послужной список, текущее место работы, должность. И важно, чтобы информация об этом была от независимых источников, а не от самого человека. Себя похвалить дело нетрудное. Самоучка он или профессионал? А если профессионал, то в этой или теме, ну, например, нормальный нейрохирург не позволит себе говорить как профессионал о хирургии сердца. И наоборот. Так почему, когда речь про информацию, вас вдруг не должно волновать, разбирается в конкретном вопросе человек или нет? Проверяйте квалификацию автора по независимым от него источникам. Если хоть один из этих пунктов не удается проверить, потому что не находите нигде информации, надо честно признать, что перед вами некто неизвестной вам квалификации. Это, конечно, не обязательно, но хорошо всегда иметь возможность напрямую сказать или написать человеку, что вот, это сомнительный момент и здесь вопрос. Объясните, пожалуйста, а на какие источники вы опирались? Ну, поверьте, часто первого ответа достаточно, чтобы понять, кто перед вами и что он смыслит теме. В разделе «Об авторе», проверяемый нами автор, сам про себя пишет. В 89-м закончил лечебный факультет института имени Сеченова, стал врачом, частно практикующий гомеопат. Написал диссертацию на кафедре истории медицины медицинского факультета еврейского университета в Иерусалиме. Защитил ли, не говорится. А вот и первая серьезная претензия. Откуда у него квалификация в гомеопатии, если в советском институте этому не могли учить? На кафедре истории он занимался историей гомеопатии в Российской империи, а не гомеопатией. Вы бы стали лечиться у историка медицины, а не у врача? Мы проверили через поисковик. Везде перепечатки этой биографии, то есть его же собственных слов о нем. Никаких упоминаний в независимых источниках об опыте работы нет. Доверять автору неизвестного вам уровня квалификации не стоит. Ну, это не означает, что сама публикация целиком неверна, полна ошибок или обманывает. Я вам скажу больше. Даже если автор признанный авторитет по теме, это не гарантирует, что он никогда не ошибается, не делает подтасовок и не лжет. Просто риск обмана ниже, когда человеку есть что терять, если его ложь раскроют. Для самых ленивых тут есть простой трюк. Если источник информации можно проверить, то его, скорее всего, кто-то более компетентный уже проверил. Остается только воспользоваться этим. Найти, кто проверил, что выяснил. Вбиваем в поисковик название книги или статьи, приписываем слово критика, обзор, анализ или рецензия и наслаждаемся чтивом. Но сначала проверяем самого критика, точно так же, как мы делаем с автором. Если источник нельзя проверить, то смело заносите его в список ненадежных, а основанные на нем утверждения, как сомнительные. И не тратьте на них свое время. Все качественные публикации сопровождаются сносками или ссылками, а в конце еще может быть список использованной литературы. Это делается, чтобы любой мог добраться до оригинала и проверить его, а не клоны или переписанные вариации. Наш автор приводит внушительный список литературы. Фундаментальный труд Ганнемана, органон врачебного искусства, хронические болезни и чистое лекарствоведение. Даже в поисковик не пришлось заходить, чтобы понять. Нам предлагают труды по медицине тех времен, когда вы могли умереть от обычной царапины, потому что медицина не знала даже антибиотиков, а миллионы людей погибали от болезней, которые сегодня прекрасно лечатся. Лекарствами, а не гомеопатией. Не верите? Правильно. Проверьте. Натуральная оспа, чума, холера, тиф, лепра. 19 век, начало 20-го. Поисковик вам в помощь. Итак, допустим, все хорошо. Все выглядит убедительно и надежно. Автор, его опыт, знания, использованные источники. Это не гарантирует достоверность всех фактов и правильность выводов публикации. Тогда что делать? Переходим на тактический уровень. Могу привести пару советов, которые дают журналисты-расследователи. Такие журналисты копают подкоррумпированных чиновников, мафиози, корпорации. В общем, такие люди ставят все на карту, когда работают с фактами. Ну, просто все. И свободу, и жизнь. Выдохните, а потом снова вдохните. Теперь подумайте, не предвзяты ли вы? Не хотите ли видеть, а значит, понимать только то, что хотите, видите, понимать? Если так, то дело будет уже не в тексте, а в том, как вы его интерпретируете. А вот объективные данные, численные, даты, статистику, имена, названия всегда можно проверить. И здесь, ну не только здесь, надо соблюдать правила двух надежных источников. Еще они должны быть независимы друг от друга. Сравните данные. Если сходятся, то их можно считать надежными. Конечно, это все не идеальные и не абсолютные инструкции по проверке информации. Лучшая защита от бреда, фейков и псевдонаучной ахинеи, ваш интеллект и критическое мышление, если они прокачиваются проверенными научно-популярными книгами, умными фильмами, лекциями, прочитанными профессорами известных вузов и широко известными просветителями. Но я и ребята из Сайван надеемся, что наша инструкция пригодится вам и поможет как самый простой антивирус защититься от основной массы вредоносной чепухи. Подписывайтесь на Сайван. Ну и если хотите чего-то сильно менее интеллектуального, то смотрите This is Хорошо. Да пребудет с вами наука. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok